Чемпионат профессионального мастерства выявляет самых одарённых студентов, однако таких специалистов единицы, в то время как региону нужны тысячи молодых профессионалов. Где, а главное, как их учить, обсудили эксперты в сфере образования и представители предприятий региона. По тому качеству чемпионов, участников конкурса пока ещё нельзя судить по качеству всей системы профессионального образования. Мы сегодня понимаем, что пока, пока в тех победах, которые есть сегодня в WorldSkins и даже в победах, которые есть в профессиональных олимпиадах, пока больше одарённости, чем наши слаженные системные работы. В Липецкой области работают десятки иностранных предприятий. Только в особой экономической зоне Липецк 47 резидентов. Создано более 10 тысяч рабочих мест. Кадровики буквально охотятся за квалифицированными специалистами, однако подготовка выпускников колледжей не всегда соответствует ожиданиям работодателя. Вы упускаете специалистов, они трудоустраиваются на промышленном предприятии региона, но зачастую происходит следующее. Попадая на работу в тольное промышленное предприятие, этим человеком начинает заниматься уже и доводить до того уровня соответствия, который необходим по стандартам и требованиям довольного юридического лица. Исправить ситуацию поможет сотрудничество профессиональных учебных заведений и работодателей. Наш регион вошёл в число пилотных, где тестируют стандарт кадрового обеспечения промышленного роста. Государственная аттестация для выпускников колледжей теперь включает практический экзамен. Он показывает, что умеет делать выпускник. Ещё одним подспорьем в практике стали производственно-образовательные кластеры. На сегодняшний день в Липецкой области создано шесть производственно-образовательных кластеров. И все они подтвердили свою жизнеспособность именно в рамках этих кластеров. А это и металлургические, это и кластеры машиностроения, сельское хозяйство, строительство. Именно эти кластеры определяют тот набор профессий, который необходим для Липецкой области. Один из самых успешных металлургические образовательные учреждения работают в тесной связке с предприятиями. Студентам гарантирована практика, трудоустройство и достойная заработная плата. Ковать кадры для промышленности региона будут также в Центре профессионального обучения, который появится в грязях. Здесь будут готовить операторов и наладчиков станков с ЧПУ. Продемонстрировать свою подготовку ученики смогут уже в следующем году. Изменит свой формат и региональный конкурс лучший по профессии. К традиционным соревнованиям токарей, фрезеровщиков, слесарей и сварщиков добавят состязания операторов и наладчиков станков с ЧПУ. Георгия Таносяна, Анатолий Гончаров. Липецкое время.